Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. В общем, приехала снова в колледж учиться. Кто только подписался, студентка я. Да, девочки. А чё? Какие наши годы? В основном школы в Америке все одноэтажные. Это для того, чтобы не было суицида. Потому что, ну, как показывает практика, что бывали случаи, что дети выпрыгивают из окон. Кстати, ну, кто не знает, я из Брянска. И вот буквально недавно мне попалось видео. Это уже было несколько лет назад. Вот из моей школы, по-моему, с четвертого этажа, выпал мальчик. Представляете? Но он даже не выпал, а он выпрыгнул сам. Какие-то там были проблемы. Печальная история. Он переломал там себе все, но его собрали. Вот. Остался жив. Ну, чё, ребят, вот я и в машине. Слушайте, даже заводить не надо. Очень тепло и комфортно. Ну, потому что на солнышке нагрелось. Буду есть клубничку. Надеюсь, вас это не будет сильно шокировать. Потому что вместо того, чтобы пойти пожрать, как все, да, я тут с вами развожу... Как это сказать? Забыла. Девочки, напишите, как это говорят. Ну, вот когда болтаешь, что ты тут разводишь? Развозишь. Ну, ладно, в общем, не важно. Кому интересно про мой колледж, ребят, вроде бы я вот так вот все показываю, объясняю. Курс у меня нелегкий, high level, высокий, intermediate. Поэтому все надо делать быстро, понимать, схватывать. Даже если не понимаете, надо как-то это чувствовать. Ну, мне очень нравится. Теперь отойдем от моей учебы. Были у меня вопросы, я думаю, от тех людей, которые недавно подписались. Почему вы не встречаетесь с бывшей семьей Джона? Почему вы не ходите вместе? Почему Джон не встречается со своими детьми? Как это делают все американцы и другие русскоговорящие блоги? Я, наверное, самая, как сказать, счастливая из всех, потому что у моего мужа нету семьи, да, которую он должен ходить, навещать. То есть я и мой Дэвид, ну, наш Дэвид, да, так сказала я и мой Дэвид, мы его семья, единственная и настоящая. Почему? Ну, потому что, когда Джон женился, он был еще молодым, там 20 чем-то лет ему, по-моему, было, не помню точно. Вот. Он встречался с девушкой в семь лет, и потом они поженились. Но, как он мне рассказывал, что уже на протяжении вот этих 7 лет, он чувствовал, что, скорее всего, семьи не получится. Почему? Причина одна. Эта девушка увлекалась запрещенными препаратами. Не интересовало ничего, хотя они были, в принципе, в одном возрасте, Джон немножечко постарше. И дом они купили вместе, вот этот дом, в котором мы живем, ну, большая часть денег это была Джона, она внесла буквально немножко, у нее была квартира. Ну, как апартменты они называют, маленькая. Вот. То есть он говорит, что да, она внесла какую-то часть, но очень маленькую. Вот. И брал он моргидж, и вот это вот все. А в итоге, что произошло? Детей Джон от нее не хотел. Ну, и также были моменты, она начала ему изменять с теми людьми, с которыми она имела фан. Он говорит, что у нас часто скандалы были, в основном она скандалила, утром встанет недовольная. Он у нее спросит пару раз, что случилось, что случилось, она не отвечает, а потом чего-нибудь начнет орать. Ну, в общем, вот такая женщина была. Ну, и Джон терпел, терпел, и в итоге не вытерпел. И подал на развод он. Хотя в Америке, ребят, это очень редко, когда мужчина подает на развод. В основном, вот по статистике, в Америке женщины подают на развод. Это вот так. Ну, он нашел грамотного адвоката, говорит, все хорошо получилось, благо у них не было детей. Ну, вот он как раз и понимал, что детей он с ней не может иметь, иначе будут проблемы. И поэтому процесс пошел, их развели достаточно быстро, потому что адвокат ему сказал, вам надо пойти на ее условия, а ее условия тоже не должны быть супер сумасшедшие, потому что, ну как, это же, он же не может там затребовать больше, чем у него есть, например, да. Вот, то есть они там все нормально поделили, она забрала свою часть, и Джон еще ей там заплатил какую-то часть сверху, потому что, ну вот, был совместный вот этот, да, проект покупки. И чтобы не продавать дом, вот так вот они согласились. Он все деньги ей отдал, выплатил. Что вы думаете? Ну, в общем, после того, когда они уже развелись с Джоном, не помню, сколько прошло лет, год или два, и она уже жила с другим человеком, и Джону брат вот его жены вот этой сообщил, что она умерла. Умерла от передозировки. Было ей девочке, по-моему, 36 лет. Вот это. Это какой. Айскримчат. Дэвид приехал со школы. Горяч? Джонечка ругается, говорит, принтер сломался. Вот у нас такой Эпсон. Ну, как бы он не сломался, он, говорит, что-то он не печатает нифига. Но как-то все занят и занят, и вот все некогда ему заняться этим. А так еще он молодец, он играет хорошо. Ну да, он попрактикуется, ребят, и сыграет что-нибудь. Магазин Таргет. Все можно купить по-быстрому. Есть цены достаточно приемлемые, есть, как и везде, непонятные. Вот, ну, в принципе, много чего интересного. Тоже непонятно, какая цена. Видите, столько разных цен внизу. Какая цена вот этого, непонятно. Like yours, лаптоп. Смотрите, что выдали ему в школе, видите? Такой маленький лаптоп. Конечно, HP получше будет, но... Вот взяли, девочки-мальчики, вот такой. How much was it? One million three hundred and forty-two. Oh. So... And ink? The ink was almost as much as the printer. Really? The printer was ninety. The ink was forty. О, нифига себе. Принтер, он сказал, стоил девяносто, а эти чернила к нему полцены от принтера. Зашла в отдел для мальчиков. Нужно мне трусишки ему посмотреть. Так. Вот любят вот эту воду утратительно, девочки. Представляете, вот как это пить? Такую бутылку выпьешь, и сразу кони двинет. Едем домой отдыхать. Все мои хорошие, все мои любимые. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.